Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы открываем второе полугодие работы семинара «Люди и тексты» и работаем по нашему плану. Сегодня у нас 75-е заседание, если считать 2006 года, когда семинар начал работать, такой своеобразный юбилей. И выступает у нас сегодня Станислав Григорьевич Мереминский, кандидат исторических наук, преподносит нам очень интересную тему. То есть тема, связанная с возрождением забытых имен, разговор будет идти о Альфреде Виверлийском и его историческом сочинении. Тема сформулирована, конечно, довольно интересно, потому что сочинение Альфреда и социальное пространство, исторического знания. Вторая часть, она содержит в себе самую проблему, которую, как я понимаю, будет как Санислав Григорьевич. Поэтому я передаю ему слово, удовольствие вас послушать и обсуждать. Спасибо, Марина Саниславовна. Да, действительно, мне кажется, что предложенная тема вполне укладывается в рамке нашей тематической рамки этого года. Говорим об кринижной культуре, о схоларных практиках. Эти темы так или иначе возникнут, поскольку в Господь в первую очередь речь идет о текстах, об их бытовании, в неком социальном пространстве. Но это и попытка одновременной реконструкции. Реконструкции личности, судьбы одного автора, о котором известно, на самом деле, очень мало, и его жизни, посмертную судьбу его сочинений. Действительно, в общем, ситуация несколько парадоксальна. С одной стороны, о английском и стереописании XII века написано очень много и продолжает создаваться огромная масса литературы до сих пор. Она даже, по-моему, только увеличивается год от года. Но вот Альфред — это фигура, которой не посвящена, насколько я могу судить, не только ни одной монографии, но даже ни одной полноценной статье. Научные — это уникальный пример для английских историков XII века. Ну вот в самой книге, с которой большинство студентов исследователи, начиная с знакомства с английским, с современным и стереописанием монографии Грэда, на Альфреду отведено примерно полстраницы, может быть, чуть больше. И там характеристика его не слишком многообещающая. Достаточно сказать, что Грэнзон называет его якобы историк, лудбих историем. Впрочем, такой отдых можно считать даже сравнительно мягким, ведь некоторые другие исследователи более ранее называли Альфреда или наименее оригинальным автором своего времени, или даже просто дупицей, не стесняясь в выражениях. В более новых статьях об Альфреде в Оксфордском национальном биографическом сфере, совсем недавно опубликованной энциклопедии средневековых хроник, характеристики более мягкие, может, даже несколько более лестные, но, в общем, информации по сравнению с тем, что та же Грэнзон пишет, не многим больше. По иронии судьбы, единственным исследователем, обратившим внимание впервые на своеобразие работы Альфреда, стал учившийся в Берлине американец Фрэнг Цинкайзен. Однако его диссертация, защищенная в 1893 году, осталась полностью незамеченной ни в Германии, ни в Англии. Ни одной ссылки я не нашел в позднейших исследователей. А последовавшая вскоре трагическая гибель Цинкайзена не позволила бы продолжить исследование или опубликовать свои наблюдения достаточно интересные и в более широко доступных источниках, и они оказались, в общем-то, погребены до нынешнего времени. Так что это сообщение можно считать фактически первой попыткой комплексно рассмотреть все имеющиеся у нас сведения о жизни и сочинениях Альфреда и о посмертной судьбе его трудов. Ну, начнем с фактов, которые можно считать бесспорными, насколько вообще что-то можно считать бесспорными, когда мы говорим о XII веке. Об Англии XII века, да. Имеются два сочинения, созданных в XII веке, автором которых указан некий магистр Альфред, Тризничий или Казначей, то есть или Соклиста, или Тезаурариус в разных списках церкви Беверли. Это «История королевских деяний королей Британии», изданная под неавторским названием Анналы в 1718 году, и «Привилегии церкви Беверли», опубликованные в начале XIX века. История сохранилась полностью в четырех рукописях, а еще в пяти списках есть ее фрагменты. «Привилегии» в трех рукописях. Все списки поздние, самые ранние датируются XIV, а самые поздние – XVII-XVIII веками. Но это лишь часть истории, и вот в статье, которая была среди материалов к докладу, которая была опубликована в 2006 году в средних веках, я пытался продемонстрировать, что «Привилегии церкви Беверли» – это лишь часть более масштабной исторической компиляции, которая включает также хронику архиепископов Йорка, из Материнской церкви по отношению к Беверли. Эта хроника, в общем, она достаточно хорошо известна. Она также опубликована в XIX веке, но она традиционно считалась анонимным сочинением. Она сохранилась также в одной рукописи начала XIII века и как начальная часть более поздних хроник Йорксской кафедры, созданных в XIV и XVI веках. Собственно, вот это открытие, сделанное мной, стало отправным толчком для того, чтобы посмотреть более широко на личность Альфреда и на приемы его работы как историка, поскольку они оказались гораздо более интересными, чем можно было судить по уже приведенным выше отзывам исследователей. Но, естественно, я постарался посмотреть более широко вообще какие-нибудь другие сведения, помимо сочинений личности Альфреда, имеются у нас или нет. Оказалось, что немного, но имеется. Мне удалось выявить шесть граммов данных 40-50-х годов XII века, где среди свидетелей фигурирует Альфред Резничий церкви Беверли. Все они, за исключением одной или, возможно, двух, сохранились в квартулярных копиях более поздних. И, наконец, Резничий Альфред действует как второстепенный персонаж в одной из историй из сборника чудес святого Иоанна Беверлийского, покровителя церкви Беверли. Этот сборник был, вероятно, составлен в конце XII века. К сожалению, ни одно из этих свидетельств точно не датировано, но в целом можно сказать, что все они касаются довольно узкого хронологического периода, не больше 15 лет, скорее, около 10 лет. В частности, хроника архиепископов и привилегий, это более ранние сочинения Альфреда, они были составлены между февралем 1140 и сентябрем 1143 года. Историю королей довольно точно можно датировать, это или конец 1149 или 1150 год. Примерно к этому же отрезку относятся и все грамоты, и сюда же можно поставить и упоминавшуюся вот эту историю сборника чудес святого Иоанна. Она не датирована, но действие ее происходит в годы гражданской войны в Англии, в 40-е, в начале 50-х годов между Стефаном и Матильдой. О дате рождения Альфреда ничего не известно, но из пролога к истории можно сделать вывод, что в то время создания этого пролога Альфред был уже не молодым. Человек ему напоминает о своих более молодых коллегах, которые над ним смеялись из-за того, что он не знал историю Альфреда Монгманского, которую они знали. Это сведения подтверждает и как раз информацию из сборника чудес, где Альфред охарактеризован как старец сенекс. Можно достаточно уверенно утверждать, что Альфред был по происхождению англичанином. Это указывает и его англосаксонское имя, и знание английского языка, которое было достаточным для того, чтобы точно перевести на латынь грамоты королей Эдуарда, исповедника Вильгельма Завоевателя, в составе как раз сборника фриверегий церкви Беверли. Особенно интересное свидетельство – это единственная, возможно, грамота, сохранившаяся в подлиннике, потому что там имя Альфреда приведено в архаичной англосаксоно-древнеанглийской форме «Альфридус», которая была обычно для XI века, но не для XII. Особенно интересной предстает характеристика Альфреда как магистра. Мы встречаем ее и в заголовках двух его сочинений, но это можно было бы счесть поздней интерполяции. В общем, такие примеры известны. Но как магистр Альфред названы как раз в той самой грамоте, которая сохранилась в оригинале, так что эту информацию можно считать вполне аутентичной. Вообще как раз в середине XII века в Европе и в Англии в частности происходит становление школ, протоуниверситетов, и происходит оформление вот этой группы магистры как некой особой социальной группы людей, которые обладают достаточным уровнем образования для того, чтобы преподавать, хотя они при этом уже не обязательно преподают. То есть если в более ранних источниках XI, начало XII века магистр, если слово употребляется, оно почти всегда означает именно занятие человека, то есть наставник в школе какой-то, то вот уже к середине XII века это превращается в более широкую характеристику. Кририка, как правило, еще до этого времени, обладающего более высоким уровнем образования, то есть учившегося какой-то из школ. Можно мы установить, в какой школе учился Альфред достоверно? К сожалению, нет. Вообще, к сожалению, мы очень мало знаем о школах в Англии до конца XII века. Фактически, кроме того, что они были, мы мало что знаем. Они существовали при крупнейших соборах, монастырях, в частности в Северной Англии. Школа почти наверняка имелась ударами. В Йоркке, возможно, была, возможно, нет. Сложно сказать, в Беверли едва ли было. Нет никаких оснований так считать. Но, как мы увидим ниже, Альфред вполне возможно был вообще не уроженцем в Северной Англии, Беверли, это Йоркшир. Но, возможно, что он приехал оттуда, с юга, и, в общем, вполне можно предполагать даже, что он учился и на континенте. Примеры англичанам, ездивших в XII веке, в первой половине XII века, учиться на континент есть, их не так мало. Например, современник Альфреда, другой английский, история того времени, Генрих Антиндонский, мы знаем, что учился в Лане, у Ансельма Ланского. В общем, есть примеры того, как и выходцы из того же Йоркшира в это время учились на континенте. В частности, в школе аббатского Сен-Виктор учился некий Ашар, он или англичанин, или нормандес, который, возможно, был каноником как раз в монастыре августинцев в Бридлингтоне, недалеко от Беверли. Он приехал в Париж еще при жизни благосен-викторского знаменитого ученого, то есть до 1141 года. Позднее даже стал аббатом Сен-Виктора и епископом Абранша. По мне, возможно, такие примеры были и другие. На школьную булочку Альфреда свидетельствуют приемы его работы и общий кругозор. Для своего времени он очень хорошо знал античную литературу и умеет работать с источниками. В сравнительно небольшой по объему истории он использует сочинения Светония, Псевдогигисипа, Орозия, Евтропия, точнее, основанную на эпитоме Евтропия. Римскую историю Павла Диакона. Упоминает Юстина, он цитирует также географические сочинения Псевдойтика Истера и анонимную космографию, известную как Космография Юлия Гонория. Также цитирует некоторые географические тексты Жития святого Мартина, Сольпица Севера, Жития святого Германа Сэрского, Констанции Алионского. Ну и достаточно хорошо знает английские исторические сочинения. Это в первую очередь история королей Британии Гальфреда Монмутского, но это также и родословные, и списки епископов, входящие в хронику Иоанна Вустерского. Это история Англов Генриха Хантиндонского и так называемая история королей Англов, приписываемая Семену Дармскому. И примечательно, что практически большинство этих источников Альфред не просто цитирует, а называет по имени, то есть он прямо отмечает, что он заимствует из одного автора, что из другого, и так стремится их сопоставлять друг с другом. Например, Герман, насколько мне известно, из английских историков, отмечает, что Беда цитирует Орозию. Или оба они используют жития святого Германа, беда цитирует жития святого Германа Ассерского. При этом историю Беды Альфред несколько раз цитирует не слепые ссылки, а ссылки с указанием книги и главы. Это также первый известный пример такого рода в английском историописании XII века. Он стремился сопоставлять непосредственно информацию из разных источников между собой и представлять ее так, чтобы читателю мог ориентироваться в сложном тексте. Например, в истории он последовательно отождествляет упоминаемого Бедой и Павелом Диаконом Амброзия Аврелиана, предводителя бритов, с королем Аврелем Авросием у Гальфреда. При этом отмечает и совпадающую информацию об этих двух персонажах, и расхождение, характерное для каждого из трех источников. Очень схожий по стилю пассаж мы находим и в хронике архиепископов Йорка, где он совершает довольно пространный экскурс, объясняя читателю ситуацию с английскими епископами конца VII-начала VIII века, которых звали Вилфред и Винфред, а таких персонажей было не менее четырех. О хорошем умении Альфреда работать с текстом свидетельствует его стремление развести секулярную и церковную истории. Характерно, что в истории королей, которая, я считаю, из названия посвящена именно политической истории, истории Британии, политической истории Британии, информации о церковных делах почти нет. И опять-таки, тоже первый пример такой последовательной секулярной истории Англии. Неслучайно концептуальным стержнем этой истории послужила схема сменяющих друг друга статусов королевства, статус Регни Британии. Сам термин статус Регни достаточно был обычным для политического и историографического дискурса XII века, но аналогов его использования как такой четкой концептуальной схемы какого-нибудь исторического сочинения мне найти не удалось ни в Англии, ни на континенте. И здесь тоже в этом могло проявиться влияние школьных опытов, школьных приемов работы с текстами. Возможно, здесь есть и влияние Гугласа Викторского, но этот сюжет у нас будет отдельного более подробного рассмотрения. Я надеюсь, к нему в будущем возможно обратиться. О практической выучке Альфреда как Ризничева свидетельствует такой интересный момент, что он, например, рассказывая о выплате датских денег в начале XI века королем Этали Редом, единственным, по-моему, из английских авторов, он в какой-то момент производит сложение всех выплаченных сумм и приводит итоговый показатель, довольно впечатляюще это отмечает. То есть он здесь стремится не просто воспроизводить информацию своих источников, а ее анализировать и как-то руководить, помогать читателю ориентироваться в материале. Наконец, интересно, вот упоминавшаяся история из сборника «Чудес святого» Айна Беверлийского свидетельствует о том, что Альфред знал и медицину. Вообще, эта история рассказывает о неком клирике, которого один георкшерский барон держал у себя в заточении и требовал выкуп. Но благодаря как раз помощи святого Айна Беверлийского этот клирик смог бежать и пришел в Беверли, а эта церковь пользовалась традиционно правом убежище. И, как пишет составитель сборника «Чудес, ризней, чем этой церкви в то время был в блаженной памяти Альфред, муж старый и мудрый в церковных установлениях. Он сжалился над лачебным состоянием того клирика и, видя, что его ступни изувеченные распухли, навожил ему целебные повязки и распорядился выдать ему тапочки, чтобы ноги не страдали от тяжелого обуви». То есть, мы видим, что какие-то знания в медицине у него тоже имелись. Вообще, наверное, стоит несколько слов сказать о том, кем был Ризничий для XII века. К сожалению, мы не можем точно очертить круг его обязанностей, но в целом эта должность для церкви Беврель была достаточно традиционна. Вообще, Беврель была одной из самых влиятельных и богатых церковных корпораций на севере Англии. Это был не монастырь, это была корпорация секулярных клириков. Ее основу составляли каноники во главе с припозитом Старшиной, а Ризничий находился рангом ниже каноников. То есть, это был не очень высокий пост, но, видимо, ответственный, поскольку он, скорее всего, отвечал и за материальное положение церкви, и за возможно ритургические какие-то распоряжения, и за архивы церкви. В общем, с таким кругом обязанностей вполне согласуется составление сборника привилегий и грамот, о котором я уже упоминал. Около 1140-го года новым припозитом Церкви Беврили стал некий Турстон, каноник собора Йорка, который до того был архидиаконом Ноттингема. Это самый южный район Йоркского диоцеза, который располагался к югу от Хамбера, то есть не в Йоркшире, а в Ноттингемшире к югу. И есть некоторые основания, на мой взгляд, хотя Альфред мог оказаться в церкви Беврили вместе с Турстоном, возможно, он принадлежал к его окружению. И на мой взгляд, можно в качестве гипотезы предположить, что именно назначение нового припозита стало толчком к некой инвентаризации прав привилегий общины и составлению сборников, для которого Альфред также перевел как минимум две или три, документа с древнеанглийского языка на латынь. И мы можем судить по сравнению, после течения перевода с сохранившимися оригиналом, что они вполне точные и документы, несомненно, аутентичные, а не фальсифицированные. Возможно, Альфред был выходцем из восточного Мидленда. Есть два таких очень туманных, но тем не менее намека, которые свидетельствуют о его знании, по крайней мере, топографии этого региона Англии и некотором интересе к нему. Пытаясь найти больше своих дней об Альфреде, я попытался посмотреть более широко, географически и посмотреть упоминания в актовом материале других примеров магистров Альфреда в более раннего периода, мне удалось найти две грамоты, одну из аббатства Ильи, как раз в восточном Мидленде, другую из собора Ковентри, соответственно, в западном Мидленде. Грамота из Ильи датируется временем между 1130 и 1136 годами, а грамота из Ковентри несколько позднее это 40-е годы, около 1140 года. Разумеется, нет оснований точно утверждать, что во всех трех, что все три Альфреда, и Ковентри, и Беверли это один и тот же человек, но в качестве гипотезы это можно предположить, тем более, что имя Альфреда был не самым распространенным, хотя не очень редким для Англии, первополем 12 века, и, как я уже говорил, сама титула Туру Магистр тоже в этот период была распространена еще не очень широко по сравнению, скажем, с рубежом 12-13 века. Тут стоит заметить, что в Ковентри в этот период мы находим свидетельства интереса к ревизии англосаксонского наследия и в частности перевода грамот с древнеанглийского на латынь, поэтому в качестве гипотезы можно предположить, что Альфред мог в этом как-то участвовать как человек, знающий древнеанглийский, что для этого времени было уже не очень распространенным знанием. Есть несколько свидетельств от авторов XII века о том, которые испытывали большие проблемы, когда приходилось иметь дело с документом на древнеанглийском, особенно, если они не были англичанами происхождения, а выходцами с континента. Разумеется, это скорее гипотеза, но заслуживает, на мой взгляд, внимание. Возможно, в контактах Альфреда как раз с районом восточного Мидвенда свидетельствует и использование им истории англов Генриха Хантинонского. Дело в том, что мы можем судить по помощи текстологического анализа, что Альфред использует так называемую пятую редакцию истории англов, которая была завершена в 1149 году. Альфред этот текст использовал уже или в конце 1149-го, или в 1150-м году, то есть очень скоро, практически сразу после его завершения. это не очень обычная ситуация для середины 12-го века, если только между авторами не было прямого знакомства, или промежуточных, достаточно короткой посреднической цепи, потому что каких-то каналов распространения сочинений в этот период не было. Генрих Антиновский тоже был архидиаконом в диоцезе Линкольне, и стоит отметить, что Турстан был архидиаконом Ноттингем, то есть той части Йоргского диоцеза, которая непосредственно примыкала к Линкольнскому диоцезу, они фактически были с Генрихом соседями, они были архидиаконами в одно время, и в общем есть достаточно оснований считать, что они были лично знакомы, или по крайней мере знали друг о друге. Так что это один из возможных каналов такого влияния. Точно, конечно, опять-таки сказать мы ничего не можем, но это обстоятельство интересное и заслуживающее внимания. Другой центр, с которым у Альфреда безусловно были контакты, это, несомненно, был кафедральный приорад Даром, откуда он заимствовал несомненно историю Семена, историю королей Семена Даромского. Возможно, через даром попали к Альфреду и материалы из хроники Иоанна Вустерского. Возможно, промежуточным пунктом здесь могло быть аббатство Девы Марии в Йорке, которое с даром поддержило, насколько нам известно, достаточно тесные историографические, в том числе книжные контакты в первом войне XII века. Возможно, через даром попали к Альфреду некоторые сочинения античных авторов, в частности, святоний, довольно редкие в Англии этого периода. Стоит отметить, что в церкви Беверли почти наверняка в середине XII века не было собственной библиотеки, то есть книги, которыми пользовался Альфред, были, видимо, его собственные личные книги. Провок к истории очень интересный документ, который также был представлен среди материалов к этому докладу, позволяет увидеть Альфреду за работой, точнее, увидеть некоторые проблески, так скажем так, как проблески методов его работы как автора. Он, собственно, отмечает, что толчком к созданию истории послужил временный интердикт, наложенный на церковь Беверли в этот период. То есть это было предприятие, начато, опять-таки, уникальной для Англии XII века, уникальная ситуация, начатая не по заказу или просьбам какого-то высокопоставленного лица, как чисто личная инициатива, как способ занять освободившееся от прекращения церковных служб время. Дальше Альфред рассказывает о том, что в этот период повсюду пользовался большой известностью некая история о королях бритов, он нигде не называет имени Гальфреда Монмутского, этот момент важный, к нему еще вернемся. Альфред до этого не был знаком с этим сочинением, из-за чего его высмеивали некие более молодые коллеги, но он смог добыть это сочинение, но недостаток времени и средств не позволил ему скопировать эту книгу целиком, и поэтому он сделал лишь некие заметки из нее, некие выписки, которые, как он пишет, не противоречили здравому смыслу. И дальше он дополнил эти заметки из истории о королях бритов, информации из беды и, как он пишет других сочинений, он не называет по имени ни одного из своих современников, ни того же Генриха Хантиндонского, ни Семена Даромского, ни Иоанна Вустерского, но присылается на них просто как на других авторов. Беда. Беда упоминает, потому что Беда был авторитетный автор, так же, как он упоминает и античных авторов Светония, Евтропия, Павла Диакона и так далее. Это обычная для того времени ситуация, но тоже достаточно примечательная. Итогом стала история достаточно компактная, как я уже сказал, почти полностью ориентированная на политические события и, видимо, в значительной мере отвечавшая потребностям современников того времени. По смертной судьбе этого сочинения мы тоже еще вернемся. Что касается дальнейшей судьбы Альфреда после начала 1150-х годов, мы о ней ничего не знаем. Можно лишь констатировать, что к 1157 году пост резничего церкви Беврия занимал уже другой человек, некий Роберт. Что это значит, сложно сказать. Я посмотрел, конечно, актовый материал и времени Генриха II, там фигурирует два, возможно, три магистра Альфреда, один из них даже был персонажем примечательным, в итоге занял кафедру Вустера, другие тоже довольно яркие персонажи, но в общем их биографии не очень хорошо стыкуются с тем, что мы знаем об Альфреде Беверлийском, об Альфреде историке, и здесь я бы не рискнул какие-то гипотезы выдвигать, тем более, что если мы считаем, что он в 50-м году был уже пожилым человеком, возможно, что он действительно и умер на этом посту, но это опять же лишь предположение, которое вряд ли мы сможем когда-нибудь подтвердить или опровергнуть. Оставшуюся часть своего сообщения я хотел бы посвятить рассказу о посмертной судьбе сочинения Альфреда, поскольку она по-своему не менее примечательна, и здесь мы, конечно, располагаем уже более объемные картины, хотя тоже далеко не полные. На протяжении XII и большей части XIII века мы не знаем ничего о том, что было с его сочинениями. Ни о том, как они распространялись, ни о том, как они читались. Вероятно, в целом их бытование было ограничено Йоркширом, возможно, Беверлией или Йорком. Самый ранний пример — это начало XIII века, когда была создана рукопись, не хранящаяся в Оксфорде. она включает уже только хронику архиепископов Йорка. То есть, если это изначально была компиляция, включающая хронику архиепископов Йорка, сборник документов, касающихся церкви Йорка, и дальше сборник документов, касающихся церкви Беверли, то к началу XIII века часть этой рукописи была, видимо, отделена, возможно, привезена в Йорк и там переписана. Впрочем, возможно, что просто сохранившаяся до нас рукопись, это всего 17 листов, это часть более объемного кодекса, который остальное оказалось утеряно. Возможно, в середине XIII века историей Альфреда пользовался знаменитый английский хронист Матвеев Парижский, но это тоже очень условное свидетельство. Более надежное свидетельство мы находим в самом конце XIII, уже на рубеже XIII-XIV века, когда историю Альфреда использовал анонимный хронист, работавший в монастыре Фернес на границе Англии и Шотландии, то есть тоже север Англии. В этот же примерно период сильно сокращенную версию хроники архиепископов включил тот же некий анонимный автор, составивший так называемый памятник или памятку Вальтера Ковентрийского, историческую компиляцию, созданную в Йорке или его окрестностях возможно. Более важным для посмертной судьбы сочинения Альфреда стало их использование еще одним знаменитым английским средневековым хронистом Ранульфом Хигденом, монахом Винниктинского аббатства в Честере. Он работал примерно между 1327 и 1352 годами. Ранульф Хигден создал монументальный без преувеличения труд, известный как полихроникон, который оказал очень глубокое влияние на всю позднейшую английскую историю писания. Ранульф был человеком уже культуры схоластической во многом, и он старательно приводил на полях своего труда, авторов на которых он неоднократно ссылается на Альфреда, которого цитируют как Альфредус, в предисловии он приводит список источников и называет его Альфредус Беверлацентис Тезаурариус. Тут примечательно то, что не все ссылки, которые Хигден приводит якобы из Альфреда, они находят соответствие в напечатанном тексте истории, который напечатан Томасом Хиреном в 1718 году. Тут может быть два, конечно, объяснений. Или Хигден цитировал по памяти, или он сознательно искажал это, либо он располагал интерполированные рукописи, где материал истории был дополнен информацией из каких-то других источников. Видимо, благодаря как раз упоминанию у Хигдена имя Альфреда попало в библиографический обширный библиографический каталог, составленный в середине XIV века монахам западного монастыря Борис Энтедмус Генрихом Кирстетским так называемый каталогус Эккриптором Экклезия. И также к концу XIV-XV века относится составление большинства известных рукописей сочинений Альфреда. Самые ранние из них, насколько мы можем проследить, как раз были созданы в Йоркшире, то есть недалеко тех мест, где эти сочинения были написаны, то есть мы можем говорить все равно об их сравнительно вокальном бытовании. Тем не менее, не менее примечательно, что в этих самых ранних как раз рукописях информация из истории Альфреда комбинируется с другими историческими текстами в том числе XII века. То есть видимо книжники этого времени воспринимали историю Альфреда как раз как такой хороший справочник, как хороший текст для того, чтобы заполнить хронологические лакуны между другими своими своими источниками. То есть мы встречаем две рукописи истории конца XIV века еще три 15 века и параллельно с этим оказалась актуализирована и хроника архиепископов Йорка, которую в конце XIV века продолжил монаст-доминиканец Томас Степс в конце XIV века оказался впервые актуализированный материал из сборника привилегий Беверли, которые были использованы в составлении первого беверлийского картулярия. По иронии здесь тоже есть определенная ирония судьбы, потому что Альфред, видимо, свой сборник как раз стремился создать для того, чтобы подчеркнуть связи Беверли с материнской церкви, то есть с Йоркским собором, а в конце XIV века составители беверлийского картулярия наоборот использовали эти документы, чтобы обосновать независимость своей церкви от архиепископов Йорка, то есть повернуть изначальную цель на 180 градусов. Но по-настоящему о широком интересе к сочинениям Альфреда можно говорить лишь с XVI века, то есть период, когда зарождается движение антиквариев, которые серьезно занялись изучением англосаксонской истории, и для них как раз вот этот сравнительно краткий, хорошо структурированный и ориентированный на политическую историю труд Альфреда оказался очень хорошим начальным пособием для того, чтобы вообще ориентироваться в этой массе королей, особенно ранних англосаксонских королей эпохи гептархии. И довольно много упоминаний есть о антиквариев XVI века в Альфреде Биверлийском и о его сочинениях есть и сохранившиеся рукописи этого времени и упоминания о несохранившихся рукописях причем в разных контекстах и в Йоркшире и в Лондоне видимо уже к середине XVI века было несколько рукописей и об одной рукописи из Кентерберри из свидетельства в источниках гораздо меньше сведений мы встречаем о личностей самого Альфреда видимо о ней было вообще известно очень немного собственно единственным дополнением к тому что мы знаем по сравнению о средневековом материале стали сведения которые приводят известный английский протестантский полемист и антикварий Джон Бейл в своей книге под названием иллюстром майор из Британия скриптором суммариум он приводит первую достаточно подробную биобиблиографическую справку об Альфреде Биверлиске которая в общем дальнейшем с теми или иными вариациями воспроизводили все последующие авторы вплоть до XIX века в нем мы встречаем новые сведения биографические об Альфреде Бейл утверждает что Альфред был уроженцем Йоркшира упоминает его учебу в Кембриджском университете утверждает что Альфред умер в 1136 году которым якобы заканчиваются его анналы перечисляет несколько сочинений Альфреда видимо просто искусственно умножает их количество интерпретера разные рукописи одной и той же работы как разные сочинения мы не знаем источник сведений Беви вероятно их можно считать вымышленными так или иначе мы по крайней мере упоминание Кембриджского университета для первого 12 века это явный анахронизм и достаточно обычно для того времени упоминание о том что Альфред родился в Йоркшире или в Бевери можно считать просто такой экстраполяцией что раз он там жил то там наверное и родился с другой стороны в общем упоминание именно Кембриджа то есть центр относящегося к восточному Мидвенду по крайней мере оно свидетель о не Оксфорда скажем который располагался в другой части Англии может быть свидетельствует о том что какая-то информация у Бейла была но это опять-таки чистая спекуляция и вряд ли можно на этом останавливаться подробнее но как я уже сказал эту информацию Бейла вполне не критически восприняли последующие последующие авторы других текстов других таких биографических пособий по английских средневековых авторах и вообще по европейских это Джон Питтс Геррект Фосс нидерландский антиквари и вплоть до XIX века как я уже сказал эти сведения тиражировались с другой стороны вот характерным примером отношения к сочинениям Альфреда можно сочетать заметку кембриджского как раз антиквари Томаса Гейла который был тоже уроженцем Йоркшира и в конце жизни даже занимал пост декана Йоркского собора Гейл встретился либо в Кембридже либо в Йоркшире сложно сказать где именно он попал в руки сочинения Альфреда видимо не сохранившаяся рукопись и он переписал оттуда только часть касающаяся англосаксонской истории то есть он опустил начальную часть взятую из Гайфреда Монмонского и опустил окончание взятое из истории Регу Семена Дармского и он просто отметил что я копирую только эту часть потому что у Альфреда она написана лучше чем у других частью банглосаксонской истории то есть это было то что как раз антиквари того времени и искали но конечно наиболее востребованные сочинения Альфреда в раннее новое время оказались в Оэрсе по мне понятно почему дело в том что это было связано со спором вообще подлинности короля Артура и подлинности истории Гайфреда Монмонского дело в том что анналы Альфреда и история Альфреда обрывается в разных списках на 1129 или на 1135 годе а антиквари уже знали что Гайфред Монмонский писал около 1138 года после смерти короля Генриха первого таким образом они считали что Альфред пишет раньше Гайфреда поскольку нигде имени Гайфреда Монмонского он не называет то он использовал не самого Гайфреда Монмонского а некую подлинную историю ту самую которую Гайфред потом тоже использовал то есть это независимое свидетельство аутентичности короля Артура и вообще всех этих древних близких королей а наиболее конечно остро этот вопрос стоял в Уэльсе поскольку там тоже происходила рецепция вообще всей национальной традиции и фабрикация активная разных якобы псевдоисторических сочинений о древних королях и там мы видим настоящую полемику по поводу как раз подлинности Альфреда и очень ярким документом как раз этой полемики является письмо валийского антиквария епископа Сент-Осаф Уильяма Ллойда письмо адресованное другому валийскому антикварию Тому Супрайсу письмо написано около 1688 года это совершенно замечательный документ поскольку в нем Уильям Ллойд расправляет двумя рукописями истории Альфреда но в этот момент история еще не была напечатана он очень точно хромологически локализует этот текст между 1149 и 1150 годами гораздо более точно чем все авторы включает Антонио Грэнсон в 20 веке и очень точно раскладывает по полочкам почему Альфреда никак нельзя считать более ранним автором чем Гальфреда Монмутского хотя имя Гальфреда Монмутского не разу не упоминается это несомненно та история Бритов которую цитирует Альфред это история Гальфреда Монмутского а не какая-то более ранне не сохранившаяся книга сочинения то есть это письмо довольно короткое тем не менее является очень ярким примером как раз того способности гуманистов антиквариев 17 века критически анализировать тексты но способность эта была она работала не всегда поскольку Томас Прайс которому адресовано это письмо видимо аргумент Налойда не внял наскажение нет ответа не знаю был ли он написан но 20 лет спустя в 1701 году Прайс который был католиком писал известному иезуитам блондисту Даниэлю Папе Броку он писал предложение включить в акто санкторум информацию о валийских святых в частности информацию о бритском происхождении Елены матери Константина и ссовался он не на Альфреда Монмутского а на более раннего авторитетного автора то есть на Альфреда Беверлийского он прайс проигнорировал все аргументы которые ему за 20 лет до этого были высказаны поскольку конечно это видимо просто хотелось считать что это традиция подлинная собственно все дальнейшие упоминания Альфреда Беверлийского так или иначе как раз и связаны с вопросом о его приоритете или неприоритете по отношению к Альфреду Монмутскому собственно и Томас Хирн Оксфордский антикварий который осуществил единственное до сих пор издание истории Альфреда Беверлийского в 1718 году в своем предисловии как раз и повторяет те же аргументы что Альфред более ранний писатель это независимый авторитет свидетельства истории о древних королях Бритов и о короле Артуре таким образом даже сама публикация истории она стала результатом казуса и заблуждения тем не менее аргументы Хирна в общем-то не были восприняты и довольно скоро стало ясно что это не так кстати письмо Ллойда было впервые напечатано лишь в 1777 году таким образом оно было неизвестно многим авторам но тем не менее тем не менее отчасти поэтому в 18 веке еще все-таки идеи Хирна и Боийских антиквариев они продолжали бытовать в частности автор уже 18 века Джон Кэмпбелл автор очень подробный интересная статья о Больфреде Биберлийском в первом томе своего биография Британика как раз по-прежнему доказывает что Альфред скончался именно около 1129 года и писал ранчику Альфреда Моннудского и видимо именно поэтому поскольку Кэмпбелл считал историю Альфреда Биберлийского аутентичным текстом а не просто компиляцией он очень высоко оценивает как раз стиль Альфреда и даже называет его английским флором то есть сравнивает Альфреда с римским древнеримским историком первого века с именем флором автором известной эпитомы римской истории Ну как я уже сказал уже к концу 18 века стало ясно что для оснований по приоритете Альфреда что говорить о приоритете Альфреда нет оснований что он был компилятором после этого тональность высказывания сразу меняется сразу появляется выражение вроде бесполезная компиляция самый неоригинальный автор своего времени и так далее и после этого история в общем уходит в забытье фактически до второй половины 20 века что касается другого сочинения привилегий церкви Деверли и хроники архиепископов Йорка их судьба тоже была не очень не очень радужной эти сочинения были изданы в 19 веке что интересно их издали отец и сын привилегии церкви Беверли издал в 1837 году Джон Рейн старший известный североанглийский антиклорий знаток древности а хронику архиепископов Йорка издал его сын примерно 40 лет спустя но к сожалению или к счастью Джон Рейн младший не заметил того что эти два сочинения текста в общем достаточно хорошо друг с другом стыкуются и начало одного практически содержит явную аллюзию к концу другого и они таким образом оказались разделены остались разделены еще более чем на век на этом я позволю себе закончить вот это такой и вести некие итоги того чем нас учит опыт какие уроки нам может дать опыт такой реконструкции да прежде всего на мой взгляд начну с банальности что личность Альфреда конечно заслуживает дальнейшего изучения и как раз те свойства его труда которые вызывали отторжение у следователей 19-го начала 20-го века то есть не оригинальность они для нас и ценны если мы говорим об истории короли англов практически 100% источников которым пользовался Альфред нам доступны и мы можем последовательно проследить методы его работы то как вообще его мысль развивалась то как он сопоставлял между собой источники то как он делал выборки из них и это в общем для того времени пример почти уникальный как я уже сказал заслуживает дальнейшего изучения и историографическая концепция Альфред то есть идея статус Регни первая первая фактически схема чисто секулярная схема английской истории несомненно в этом отношении на Альфреда повлиял Генрих Антендунский который в своей истории сформулировал идею последовательно обрушивавшихся на Британию кар божих в виде нашествий иностранных разных народов но эта схема имела явно выраженный эсхотологический характер Альфред приемы работы Альфред с источниками приемы в общем почти наверняка свидетельствующие о его или богословской или юридической лучке возможно даже юридической если мы учтем его достаточно хорошие то что он достаточно хорошо ориентировался в документах в грамотах возможно даже и отказался именно для того чтобы заняться в частности разбором местных архивов но это как раз тема касающаяся сховарных практик того времени которая тоже заслуживает дальнейшего изучения что касается второй половин доклада рецепции рецепции сочинения Альфреда в позднейшей исторической культуре здесь мы можем говорить о том что они начали жить в полной мере собственной жизнью то есть оторвавшись от изначального контекста трансформировались очень по-разному я уже приводил пример с коротулярием Деверли в котором материал был использован совершенно для противоположной цели точно так же как и неожиданная актуализация истории в Уэльсе 16-17 века в общем никак явно не вписывалась в изначальные идеи Альфреда и вот как раз такие сочинения которые не несли в себе ярко выраженного авторского импульса авторской концепции они могли оказаться наиболее удобными для того чтобы для их позднейшего позднейшей рецепции позднейшего присвоения в ином контексте встраивания в какие-то другие историографические схемы и третий момент это то что касается информационной среды то есть как я уже отмечал мы видим что информационная среда даже раннего нового времени даже 18-19 веков она еще очень разреженная на самом деле мы видим какие-то отдельные контакты но при этом нет все равно вот этого единого поля и в результате какие-то достижения исторической мысли они оказываются локальными они оказываются невостребованными в других в других контекстах и происходит в значительной мере повторение одних и тех же ошибок одних и тех же заблуждений одних и тех же открытий и такие примеры мы видим даже даже до 20 века на самом деле я закончу с уже упоминавшейся работой Франца Цинкайзена который проанализировал впервые действительно источники истории и проанализировал привилегии хотя он тоже не заметил того что частью привилегии была хроника архиепископов Йорка но это его очень интересные точные его многом наблюдения оказались невостребованными и оказались невостребованными даже в общем даже написанное в конце 17 изданное в конце 18 века письмо епископа Ллойда которое содержало очень тоже интересный блестящий анализ истории но при этом оно было известно на него ссывались но при этом опять же в фундаментальной работе Грензен используется информация оттуда не используется и приводится другая неточная датировка истории на 7 или 8 лет раньше чем это было в действительности что опять же повлияло на всю позднейшую историографическую традицию и просто здесь повод подумать о том как существует наше в том числе и сообщество широко говоря широко сообщество медиавистическое о том как мы читаем друг друга о том как мы понимаем друг друга в этом есть тоже определенный несколько неожиданный урок частного конечно сюжета спасибо спасибо очень условно можно потому что опять же вопрос рецепции и восприятие позднейшей традиции Альфред конечно автор не первого ряда с точки зрения того что у него нет или почти нет сведений оригинальных которых нет в более ранних сочинениях с этой точки зрения да его совершенно справедливо в 19 веке называли бесполезная компиляция но для нас это как я уже сказал может быть не недостатком а наоборот достоинством а если говорить о его интеллектуальных способностях как я уже говорил один из исследователей американских Джон Теттвелл его просто называют он как раз пишет о том как Альфред воспринял историю Гальфреда Монгунского пишет что он конечно попытался критически его воспринять но вообще этот дурачок не очень разобрался и все равно воспроизвел все эти умысла и их уничтожить у меня все трансформировал хотя это далеко не так и здесь в общем дальнейший более тщательный анализ он мне кажется может выявить интересные моменты я надеюсь возможно в неком обозримом будущем делать помню перевод русский истории Альфреда Беверлиска это не такой огромный труд это не очень большой труд это небольшая книга даже в издании Хирна это сжатая компиляция да ну разная рукопище разная ну 12 века нет самое раннее 14-15 ну это я бы сказал 30-40 листов да немного спасибо большое я как бы жду вопросов как обычно мы уже и начали разговаривать кажется у меня два вопроса один из них очень такой короткий не относящийся к телу вот собственно говоря был который поселил в Кембридже Беверлийского он сам откуда был просто они на самом деле очень любили это дело да вернико и возможно это не указание на то что все-таки какая-то связь с Беверлией ну это безусловно да это это было это это надо конечно конечно Беверлий был связан безусловно с Кембридж метеологами это хорошее наблюдение но здесь мне кажется для этого надо просто более подробно посмотреть Трудбейл и посмотреть примеры еще другие примеры подобной локализации если будет нужно я найду парочку где исторические поздние времена очевидно он среагировал на именование магистры магистры значит окончил университет а университета два просто говорить почему не Бонфорде да в этом есть водика безусловно спасибо а второй вопрос такой длинный философский вот я из доклада не очень поняла у меня возник такой вопрос а собственно говоря арфейд безанглийский свою вот эту комбинацию которую он так подробно делал про английский королев ну я собственно делал когда человек просто рассказывает обстоятельства создания создания своего сочинения ну конечно всегда можно поспорить но мне кажется рассказывать их вполне искренне потому что большинство прологов того времени они конечно представляют собой совершенно тексты другого жанра они адресованы некому высокопоставленному человеку который или заказал это сочинение или автор надеется получит вознаграждение за это совершенно обычное и для средних веков и для более позднего времени практика там совершенно другая картина там все это начинается как такое в общем отчасти текст такое религиозное упражнение которое позволяет Альфреду выбраться из пропасти отчаяния как он сам пишет а вообще ситуация в Йоркшире в то время была очень тяжелая во-первых и в Англии вообще уже к тому времени больше 10 лет около 10 лет шла гражданская война чрезвычайно разорительная но кроме того в Йоркшире в этот период был тяжелейший церковный кризис там избранный архиепископом Вильгельм Фитц Герберт оказался смещен как раз архиепископ Вильгельм был очень тесно связан с Беверли был связан как раз с препозитом Турстаном это были люди одной группы Вильгельм жил в Беверли до избрания архиепископом и в общем его смещение было тяжелым ударом несомненно новым архиепископом стал церцианец Генрих Мурда друг Гернарда Клервософова в частности представитель такого нового монашества который видимо не очень хорошо относился к секулярному клирику в частности и это был тяжелый церковный конфликт который вполне выливался и в физическое противостояние видимо это был период интердикта там Альфред в китровоге пишет о неких столбах церкви которые были изгнаны не очень понятно кто это может быть архиепископ Вильгель может быть Турстан так или иначе видимо что он вся верхушка церкви Беверли видимо она так или иначе была или изгнана или подвергнута штрафам то есть это было тяжелое 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 положение и он находит неожиданно в общем-то неожиданно мы видим здесь ситуацию в общем очень современную очень необычную для средних нетипичную скажем так для средних веков тогда человек как бы бежит от настоящего в прошлое то есть происходит такое бежит от реальности в некое прошлое он занимается как он пишет историческими занятиями чтобы просто отчаянили но в конце пролога в конце пролога неожиданно появляется появляется все-таки читатель то есть нельзя считать это чисто личным текстом все-таки он подразумевает некую аудиторию и это интересно конечно там есть много аллюзий я не все на самом деле литературные аллюзии до конца смог проследить в этом проволоке там есть несколько аллюзий на письма даже на Иронима в частности есть еще что копать есть возможно аллюзий даже к эпитом и флора хотя не факт что она была известна Альфреду вот это интересно это интересный текст и очень нетипичный для того времени есть о чем подумать безусловно чтобы развить миссы потому что я так поняла то что мы говорили насчет правом говорили но тут есть такой интересный момент что человек пишет момент какого-то душевного кризиса вызванного кризисом кризис ситуации вокруг него но при этом человек клирик имеющий священную мы не знаем был ли он священника но у него был нищий клирик получивший яхуд цикловное образование и у меня сами сказали что текст абсолютно святки если бы он написал такой текст как Генри Хантинтонский и многие еще написали с элементами либо эсхатологии либо критики окружающего мира это было бы понятно а вот здесь вот эти вещи они не очень хорошо стыкуются но это можно объяснить тем что как раз отправной точкой для него послужила история Гольфа Дамонмутского которая сама по себе довольно секулярная он мало пишет о церковной истории психологически это не очень стыкуется но видимо он был человек уже немножко другого поколения даже чем Генрих ну или другой среды все равно потому что это реакция на окружающую политическую реальность или это действительно такой скопиль ну очень хорошая ну да не случайно он не доводит свою историю до современности он останавливается на смерти короля Генриха первого в 1135 а после смерти Генриха как раз все эти безобразия начались и он о них умалчивает хотя была история Генриха Халитинонского которая еще до 1148 года доведена то есть при желании он мог больше написать но он довольно почти демонстративно ставит точку именно там где он ставит ее тогда у Гуреевича была такая идея что в 13-м веке записывались они же тоже записывались как на Визланде и все было очень-очень-очень очень плохо и у Гуреевича была такая идея что это первая первый пример такой вот эскапистской ну на поздравлении я эскапистской литературы да ну вот у меня было подозрение что не первое но ваш пример наверное может возможно туда же да это безусловно очень интересный сюжет и надеюсь что возможно какие-то новые повороты найдутся еще в будущем подозрение пожалуйста если вопросы какие-то какие-то пожалуйста кто там присутствующим хорошо известно далекий от северо-британского историописания или хронистики до двенадцатого века уж не так да меня отделяет от этой хронистики не только Ла-Манш как сказал Александр Иванович Север поскольку я не больше специалист по континентальному историописанию хотя работы о некоторых ландских хрониках неизвестны я не интересовался но тем не менее один историк всегда чувствует как работает другой историк и с методической точки зрения мне гипотезы выглянутые Станислава Ляковича кажется вполне обоснованной относительно авторства вот этой хроники так сказать Веркс 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 но в связи с этим у меня возникает вопрос даже два вопроса во-первых что заставило докладчиков вновь обратиться к давно написанному тексту известному нам еще из средних веков и тогда оказалось что все очень обоснованно и хорошо доказывается возможно у автора вольтой какие-то сомнения или дополнительные какие-то аргументы используют свои биткофи может быть он захотел что-то для писателя дополнить это первое а второй вопрос может казаться вам даже каким-то обывательским неожиданным но я боюсь что нам все чаще придется отвечать на эти вопросы в связи с изменением статуса академии это вопросы за разрядом того зачем вообще нужна история и как ей повысить надой молока вот представьте что к нам пришел человек со стороны и спрашивает вот вы Танеслава Григорьевич потратили массу силу выложили массу сил потратили несколько лет своей жизни и установили что хроника архиепископцев Йорки была написана именно Альфредом Геверлистом а не Эмирек или каким-то другим автором что это на ее принципе жестоко жестоко этот вопрос надо потому что мы прекрасно понимаем что установление авторства бросает новый свет на само сочинение на его цели сочинения на улучшает наше понимание этого текста и так далее и тому подобное может быть еще что-то я не знаю может сказать в связи с этим ответить этому предполагаемому товарищу Танеславу Григорьевич за этот абсурдный вопрос вот в частности скажем то что соединяется по-видимому эта хроника с привилегиями как они называют репортатес в оригинальном названии это по-видимому очень значительно объясняет и то и другое конечно но может быть что-то вы еще хотите сказать спасибо спасибо ну во-первых действительно я постарался в наименьшей степени повторяться то что в свое время было опубликовано в средних веках как раз именно чтобы не акцентировать на этот момент но с тех пор все-таки может быть радикально новой информации не появилось но появилось довольно много я систематически проанализировал упоминания о Альфреде Альфредах магистрах Альфредах в в актовом материале и это позволило найти новые выходы возможные и удалось найти еще два точных упоминания Альфреда как ризничал церкви Беверли в том числе одна из этих грамот была дана не в Йоркшире а в Руфорде в Ноттингемшире это еще одно возможное указание на то что у Альфреда были какие-то контакты с Мидландом как раз а не только с Северной Англии мне удалось более полно собрать информацию о рукописях его сочинений по сравнению с тем что было в средних веках опубликовано в свое время ну и вообще более широко посмотреть на его личность на его характер как историка я надеюсь что если будет опубликован так или иначе он будет опубликован в паре с переводом или прологом так или иначе это безусловно будет будет с каким-то переводом или все части его сочинений опубликованы то есть ну я не знаю конкретных конкретных планов у меня нет но по крайней мере я надеюсь что до этого дойдет рано или поздно может быть может быть и люди текста да ну и кроме того мне удалось гораздо более гораздо более рельефно представить себе картину с рецепцией как раз сочинения Альфреда и это мне кажется тоже очень интересная и в чем-то поучительная поучительная картина и это отчасти отвечает на второй вопрос да зачем все это нужно вопрос на самом деле не праздный и конечно само по себе определение авторства какого-то как многие может показаться богом забытого текста может быть и не многого стоит само по себе но как часть того что здесь мне кажется все сформулировал Павел Чувар в свое время в своей статье под таким выговариваемым названием по катастасису или основной инстинкт историка да но это так потому что эта работа это попытка реконструкции реконструкции личности реконструкции судьбы сочинений в общем человека который если мутатис мутанди занимался тем же самым что и мы у нас мысли его прошлое и дело это в общем по многому оригинально до своего времени и здесь можно найти вполне приживание вполне яркие нам позволят переклички вообще с тем с нашим собственным временем с вопросами которые мы сами перед собой ставим и это заслуживает внимания собственно если мы рассматриваем историческую науку как в том числе и дисциплину которая занимается социальной памяти общества социальной памятью памятью коррективной памятью отдельных групп то мы как сообщество историков должны не можем игнорировать опыт своих предшественников с этой точки зрения я пытался в частности рассматривать свою работу а можно еще добавить несколько очень кратких вопросов в связи с этими привилегиями меня интересует более подробная информация не кажется ли вам больше 30-40 листов многовато может быть была более редакция истории привилегиями это не исключено но для этого нет никаких оснований потом странно что хроника архиепископа Скиотских является ну в какой-то мере вы это объясняете но тем не менее все-таки это разные вещи с одной стороны привилегии касающиеся церкви Бедерни а с другой стороны история льерских архиепископов довольно такая обширная но она не очень объемная она местами обширна 40 листов это не предисловие привилегии это не предисловие это не предисловие конечно это части единого целого или хотя бы первая часть но привилегии сколько там примерно листов меньше да конечно а вот вообще это концепция построения вот этих привилегий сборника она как-то перекликается с хромикой сейчас это очень модно анализировать прекрасно знаете как наши зарубежные коллеги делают вот может быть это тоже дополнительный какой-то аргумент использован в вашей гипотезе спасибо ну я просто отмечу что само по себе сочетание исторического нарратива материала в рамках некого единого целого оно совершенно не уникально для как раз середины 12 века у нас есть наверное полдюжины подобных примеров да 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 в общем та же самая ирийская книга прямых аналогов нет но тем не менее это так возможно вполне возможно что это сочинение оно изначально создавалось с несколькими целями то есть это если я верно и датирую ее временем самым началом сороковых годов это время в общем тоже очень важное для йоркской кафедры умирает архиепископ Турстом который очень долго занимал свою кафедру два знаковая фигура для своего времени очень тяжелые выборы его преемника происходит в итоге побеждает архиепископ архиеписком становится представителем фактически беверлийской партии Вильгейм Финцгерберт и в этот момент он сразу дает одно из первых его актов как раз в пользу города Беверли возможно были какие-то документы в пользу церкви Беверли сложно сказать и видимо составление составление этого сборника оно могло быть частью предвыборной кампании в том числе фантазировать конечно можно долго но связь в самом начале Альфред и пишет фантазировать Рибертатес Станислав Григорьевич вот вы как-то осторожнитесь и уходите от главного вопроса если здесь присутствовал это не есть он на это обратил внимание все-таки ключевой вопрос о целях составления всегда памятника до тех пор пока мы не можем ответить его пельмо ну гипотезы как я уже сказал я не понимаю несколько ну гипотез я постарался не сформулировать может быть несколько но скорее всего это действительно почти одновременная смена как бы сказать руководство смена власти и в Беверли и в Йорке в Йоркском капитуле и это просто потребовало потребовало некую ревизию наследия некое новое идеологическое вообще обоснование связи этих церквей между собой я думаю что с этим связано и это в данном случае мне кажется как раз тексты они довольно неплохо стыкуются с тем историческим контекстом насколько мы его себе представляем хотя конечно тут очень сложно что-то доказать точно в 56-м или в 57-м он уже точно это мог быть это очень часто было время как после какого-то кризиса в связи с отстаянным прав или в связи с назначением нового нового аббата скажем новый аббат приходит он желает провести некую ревизию если только конечно какая-то реформа не затевалась которая бы очень серьезно забивала интересы самой братья понимаете вот здесь Станислав то что выдавали как бы текст вот эти вот пдр которые я смотрел он на самом деле он очень хочет проболтаться для чего он это пишет он может и о кризисе говорить как он это более поздний текст это уже другой текст и он как бы выдает текст цели почему он это делает хотя например у нас скажем в 16 веке писали уже практически открыто для чего это делается и это еще раньше началось уже более ранее скажем исторических сочинений это появляется а здесь даже намеков нет то есть вот здесь метания какие-то то есть из пропасти отчаяние я там был извлечен он показывает как бы свое психологическое душевное состояние даже насмешки юнцов он воспринимает как бы как бы это попытка реабилитировать себя самого проделав этот труд имея некоторое время ему все время хотелось это потом переписать он как только прочел сразу же как бы был восхищен всем этим все время хотелось переписывать он прямо пишет переписывать все время хотелось не было времени и средств и средств для этого потом кризис начался время появилось о средствах мне кажется здесь как раз эти два сочинения очень разные если мы говорим о вот этом условном сборнике который включает хронику архиепископов и привилегий это текст конечно написанный по заказу почти наверняка хотя нет к сожалению пролога нет никакого обращения это нормально это текст изначально деперсонализирован нет автора лежит общение но это несомненно несомненно здесь можно говорить что такие тексты по личной инициативе не составлялись а вот что касается истории история это другой текст мне кажется это текст личный личный этим интересен а тогда другой следующий вопрос каков характер компиляции то есть что из себя это представляет ну если следует логике вы имеете в виду историю нет он пишет что это компиляция это компиляция он дальше этого не скрывает он ссывает механизм ну в общем довольно простой он сначала сначала берет текст Гальфреда Монмутского и его сжимает оттуда выбирает пересказывает везде где можно он сопоставляет сведения Гальфреда со сведениями беды античных авторов то есть по другой книжке то были у него вообще были по другой книжке и ни одна причем точные цитаты я смотрел по памяти вряд ли можно было там тоже свитония обширная цитата из Павла Дьякона ну образованные но это не те тексты которые учили на Иисусе это не Вергию не Библию нет свитонию никто мне кажется на Иисусе не мог учить тем более он сопоставляет пишет что там обед а у Орузии написано то же самое такими же словами и все равно приводит цитаты до сравнения это очень интересная компиляция а дальше самый сложный момент где-то надо про диптаж рассказывать про много королевств сразу он берет просто родословные и рассказывает королевств из Хроникиана Вустерского а дальше он берет аналистический нарратив из Семена Дармского и его дополняет где ему кажется уместной информацией из Генриха Петендонского это сложный механизм у него источников много и они все видимо были под рукой я повторяю это почти наверняка были его личные книги и тогда опять все равно вопрос о его образовании образование хорошее у него было очень очень хорошее образование и в общем это не очень хорошо стыкуется с его не очень высоким социальным статусом статус это был клик он был клирик но он был казначей но вот рисничали казначей но как я уже говорил это не очень высокий статус по сравнению даже это ниже к каноникам но с другой стороны припозит церковь Бевель это была очень доходная должность ее уже как раз в середине 50-х годов ее занимал Томас Бекет например на тот момент еще друг короля будущий архиепископ то есть это просто была такая награда ему по истории после того как Генрих Второй стал королем он ему дал эту должность и она считалась одной из самых доходных церковных должностей королевства при этом если он был англичанин скажем из англосаксонской семьи то это тоже могло поменять ну да конечно это дискриминация была хотя прямо он об этом не пишет но вот в хронике архиепископов Йорка есть очень интересный пассаж он там пишет он там тоже очень четко проводит границу что до этого мы рассказывали об архиепископах англо-английских англосаксонского времена теперь о нормандских и вот в английской церкви было все хорошо вот теперь пришли нормандцы и свои начали друг с другом ссориться и нарушили мир нарушили мир да ну конечно да но тем не менее этого казалось достаточно чтобы получить очень хорошее образование и книжки это тоже в общем не дешевые но он монах он не монах он мог учиться да конечно мы знаем для этого времени скажем примеры беговых монахов которые становились потом какими-то администами да вот собственно в Иле там фигурирует такая дозная личность в это же самое время беговый ластамберийский монах который опишет это все монах-хронист он втерся в доверие к епископу тот его назначил управляющим всеми поместьями он значит потом всячески притеснял монахов потом даже якобы начал готовить заговор против короля в общем совершенно мрачная фигура непонятно что из этого правда да но фигуры были разные да но к сожалению мы очень мало знаем до этого времени очень много гипотез приходится строить они могут быть разными действительно так вы издавать будете свою хронику перевод обмен хронику вместе с привилегиями нет сколько хватит сил я это было бы логично я согласен да но они же не вместе были изданы ведь прав они никогда они никогда они никогда они никогда вместе не хоррировались но это было бы интересно это было бы есть конечно савородика да и посмотрим дело в том что привилегии даже напечатаны не полностью единственное издание оно не полное я смотрел рукописи 14 века там тоже есть свои подводные камни но собственно и текст и текст истории он напечатан по одной рукописи не самый лучший и они все рукописи сохранившиеся видел я видел чуть больше половины поэтому тут сложности это много конечно с этим но мне лично эта тема все время показалась интересной она как-то не отпускает если он пишет что постоянно хотел бы еще раз все переписать но при этом он тем не менее никогда не хочет дописать и довести до своего времени вот этого не хочет он прямо об этом не говорит но по факту да он этого не делает это должна быть выразительной подсказкой для решения вопроса о целях в описании возможно а на чем кстати на смерти Генриха 1 на 1135 это знаковая дата очевидно она не случайная хотя некоторые рукописи некоторые рукописи обрываются на 1129 в том числе и так по которой хирнес дал но очевидно там видно что это что это просто видимо где-то был утерян последний лист или какое-то механическое повреждение произошло причем довольно рано в протографе в какой-то момент это интересно а на секционских ромах тоже примерно на этом начали ну да за смерти я думаю нет там Генрих до 1154 будет все-таки еда нет там дальше нет там просто дальше одна статья фактически явно написанная ретроспортивная я не знаю насколько явно позднее там просто дальше 1037 год и потом 1154 но там уже такой просто распад и языка и жанра и все это конечно ты сейчас ну смерть Генриха первого конечно была знаковой даты особенно она стала восприниматься знаковой лет через 5-7 когда стало ясно что в общем был конец эпохи да большой эпохи к чему пожалуйста вопросы Станислав Мюзгел Деменков меня зовут Станислав у меня такой вопрос как известно авторы которыми пользовался ваш герой сегодняшнее повествование они поминали англосаксонские законы древнейшие то есть Беда основывался на законах Офы Мерсийского которые были уделены и последующие авторы в том числе Генрихан японский если не ошибаюсь законы имя упоминали конца 7 века скажите пожалуйста как вашего героя с этим дело он упоминает их и в каком контексте понимая что это сжатое крестование может сохранилось какого-то акцента я не заметил он собственно это есть в той части но все упоминания они просто воспроизводят текст из введения хроники Иоанна Вустерского в конечном счете Беда на самом деле в Альфреде Великом тоже есть что он сдал законы но какого-то специального акцента я не заметил А если бы у него было правовое образование то наверное он возможно это тоже аргумент но он вообще очень мало вмешивается в чужой текст и старается этого не делать без лишней необходимости он считал своей целью то есть там где он видел что его источники какого-то лобового противоречия вступают он вмешивался если нет он воспроизводил то что есть Михаил Вячеслав я вас проявляю нет ничего ответ спасибо еще пожалуйста какие-то вопросы я могу еще раз поблагодарить за внимание тема действительно может быть локальная это пример такого микроисторического исследования и расследования и я рад что пришли не только не только англоведы может быть несмотря на то что на вот узость темы она все-таки показалась небезызинтересной еще раз благодарю за внимание за вопрос и стараюсь замечания пожелания в дальнейшем Станислав что еще бы хотелось чтобы не знаю когда может быть статья готовится научное исследование когда будет готовиться сам перевод конечно было бы очень интересно проследить механизм компилировать конечно то есть вы эту работу делали и говорите что там вот да практически дословно здесь он сталкивает здесь он принимает решение здесь он выбирает потому что как мы понимаем выбирать его было из чего то есть у него альтичные теоязычные источники были под рукой и вот это было бы очень интересно конечно мне даже представляется что это вообще на самом деле очень интересная отдельная тема посмотреть как совершенно самостоятельный сюжет потому что на мой взгляд вот эти механизмы компилирования вот мне было бы очень интересно как они действовали там чтобы сравнить с тем как действовали скажем в 15-16 веке то есть безусловно это тоже еще были компилиации в значительной степени может быть даже в большей степени потому что здесь они признавали с кого они компилировали кстати что тоже нетипично ведь правда то есть вот если с более поздними вещаниями делаем то там эти компилиации они не делаются ссылок то есть они являются непрямыми то есть цитирование и компилиации часто делается без ссылок в данной ситуации он прямо точно говорит ну вот что он берет все-таки это мне кажется у Альфреда это все-таки явно школьная школьная лучка потому что это традиция которая и в юридических компиляциях заметна этого времени и в дословских тоже в общем придет не так пусть и не так много времени к созданию суммы схоластической конечно это в общем начало вот этой традиции вот мне кажется что если бы вот это все посмотреть потому что мы находимся у истока какого-то очень важного действия которое потом будет формировать традицию и она будет довольно долго существовать даже до 18 века то что мы говорим по 17 эти сюжеты совершенно очевидны актуальны актуальны не остается спасибо вам большое и всем большое спасибо что несмотря на такую стулу вы здесь досидели и наша следующая встреча состоится 30 октября не факт что будет Александр Иванович выступать он очень старается он сидит и просто все время пишет и рисует свой доклад то есть уже полгода готовится к этому заседанию но все-таки если ему не хватит ночи как любому порядочному студенту то будет выступление Алексея Муравьева он очень обижен тем что мы пренепрекаем вообще его работали он нам хочет рассказать о том как на Ближнем Востоке как в древности появлялись и бытовали медицинские трактаты вот об этих сюжетах то есть как бы прямо ботины вот этого года нам это не очень подходит но с другой стороны я не думаю что она очень сильно отличалась поэтому как только я думаю что мы поймем это довольно скоро во всяком случае будет рассылка и вы будете предупреждены о том чей доклад мы будем слушать но я думаю что в любом случае оба они обещают быть интересными присутствующие и которые еще и забыл положить список спасибо большое всем значит следующая наша встреча 30 октября обязательно не зажмемся Станислав Грибович вам спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...